Привет, друзья! В странах бывшего Советского Союза после его распада было немало хороших футболистов, в том числе выступавших за ведущие клубы Европы. Но, пожалуй, только одного из них без всяких скидок можно назвать игроком мирового уровня. Андрей Шевченко — легенда Милана и обладатель золотого мяча. Сегодня он является главным тренером сборной Украины. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живет главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и сколько он зарабатывает. Шевченко Андрей Николаевич родился 29 сентября 1976 года в небольшом селении под названием Дворковщина, расположенном в Киевской области. Отец будущей звезды футбола Николай Григорьевич видел сына в качестве генерала. Сам он был военным и хотел, чтобы Андрей пошел по тому же пути. Мама, Любовь Николаевна, работала воспитательницей в детском саду в течение 20 лет. Она рассказывала, что еще с трех лет маленький Андрюша буквально влюбился в футбольный мяч. Андрей был очень активен и подвижен в детстве, постоянно ходил в синяках. Как это часто бывает, начинал будущий форвард с позиции голкипера. Затем перешел в защиту и только спустя время стал нападающим. Первым тренером Шевченко стал Александр Шпаков, который увидел игру 9-летнего Андрея за школьную команду и сразу взял его в Динамо. Так начинается путь великого футболиста. В 16-летнем возрасте, а именно весной 1992 года, Шевченко стал игроком Динамо 2. Но долго Андрей там не задержался. Ведь уже спустя год тренер киевского Динамо Йозеф Саба взял талантливого юношу в свою команду. Дебютировал Шевченко за взрослую команду в 1994 году, 8 ноября, в матче против Донецкого Шахтера. В первом своем сезоне форвард забил три гола в 23 матчах, но один из них в игре группового этапа Лиги чемпионов против Мюнхенской Баварии. В следующих сезонах Шевченко постепенно становится лидером клуба, несмотря на свой юный возраст. С киевским Динамо Андрей впервые становится чемпионом страны и побеждает дважды в кубке. Широкую известность форвард получил не за выступления в кубке и чемпионате Украины, а за игры в Лиге чемпионов. На тот момент под руководством великого тренера Валерия Лобановского Динамо представляло реальную угрозу для всего европейского футбола. В сезоне 1997-1998 молодой парень оформляет хит-трик на Камп Ноу в ворота Барселоны. Футболист получил популярность именно после этой игры, которую до сих пор помнят преданные болельщики клуба. Через год команда Валерия Лобановского доходит до полуфинала Лиги чемпионов, где обидно уступает все той же Баварии по сумме двух матчей. На пути к полуфиналу Динамо смогло обыграть мадридский Реал, все голы испанцам забил Шевченко. Этот год стал переломным в карьере футболиста. После этого великолепного сезона Андрей пополнил ряды итальянского Милана. Биография его как великого футболиста начинается в Киеве, а находит свое продолжение в Италии, где Шевченко стал настоящим героем. За время, проведенное в Милане, Андрей как нельзя лучше вписался в схему игры клуба, а в первом же матче в серии А отличился голом. В дебютном сезоне Андрей стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 24 мяча. В это же время он оформил первый хит-трик в Италии, забив три мяча римскому Лацио. Следующие семь сезонов были как в сказке. С Миланом Шевченко выиграл все возможные трофеи, причем находясь в статусе одного из лидеров команды. Фанаты клуба обожали украинского футболиста и дали ему прозвище «Царь». В сезоне 2002-2003 именно он забил победный пенальти в ворота Ювентуса, принеся Милану победу в Лиге чемпионов. А в 2004 году был назван новый обладатель золотого мяча, которым и стал Андрей. Футболист и прежде был номинирован на эту награду, но дважды становился третьим. Были и неудачные моменты для Шевченко в Милане. В 2005 году в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля форвард не реализовал решающий пенальти, и итальянцы упустили титул. Однако не стоит всю вину за это вешать на украинского нападающего, ведь лучшие голы Шевченко были забиты именно в играх за Милан. Когда Шевченко исполнилось 30 лет, в 2006 году он перешел в лондонский Челси. Многие эксперты считают, что это стало его роковой ошибкой, так как после перехода он стал совершенно другим футболистом. Некоторые считают, что все дело в постоянных травмах, однако большинство все же склоняется к другому варианту. Дело в том, что покупал Шевченко владелец Челси Роман Абрамович, не спросив у главного тренера команды. А как известно, Жазе Мауриньо не из тех, кто допускает такое отношение к себе. Скорее всего, он просто не рассчитывал на него, и поэтому все так сложилось. В первом матче за Челси Шевченко отличился, но потом начался очень долгий спад. Футболист травмировал спину и перенес очень серьезную операцию. Однако после восстановления он все равно не смог завоевать себе место в составе аристократов. Андрей Шевченко играл очень редко, в основном в матчах Кубка Англии. В 2008 году после двух неудачных сезонов в Англии Андрей принимает решение возвратиться в Милан на правах годичной аренды с правом выкупа. За год он сыграл 26 матчей, в которых сумел отличиться лишь дважды. Клуб принял решение не выкупать футболиста и Шевченко вернулся в Челси, где ему оставался год по контракту. По истечении срока контракта Андрей возвращается в свой родной клуб «Динамо Киев». С 2009 по 2012 год регулярно играл, нередко забивая. Всего он провел за три года 56 игр, в которых отличился 23 раза. Летом, на чемпионате Европы 2012 года, великий футболист закончил карьеру профессионального игрока. Символично, что именно здесь, в Киеве, повесил бутсы на гвоздь один из величайших игроков сборной Украины, да и, наверное, лучший футболист на территории постсоветского пространства со времен распада Советского Союза. Биография его как футболиста началась и закончилась в одном и том же месте. Славная карьера в сборной началась для Андрея в 19 лет, когда он впервые был призван защищать цвета страны. В общей сложности Шевченко сыграл за сборную Украины 111 матчей, уступив по этому показателю лишь Анатолию Тимощуку . За все матчи, проведенные в футболке Украины, Андрею удалось отличиться 48 раз, что является абсолютным рекордом. Долгое время Украина не могла преодолеть отборочные этапы к большим турнирам. Трижды команда уступала в стыковых матчах . Шевченко забивал во всех матчах, но общий уровень сборной не позволял пробиться на чемпионаты мира и Европы. Все изменилось в 2006 году, когда сборной все-таки удалось пробиться в финальный этап чемпионата мира. Главным героем отбора, разумеется, стал Андрей. Сборная Украины на том турнире добилась значительных успехов, дойдя до стадии четвертьфинала. Здесь команда Олега Блохина уступила будущим победителям чемпионата – сборной Италии. Последним турниром в сборной для Шевченко стал домашний чемпионат Европы 2012 года. В первом матче он оформил дубль, благодаря чему Украина одержала волевую победу над Швецией. Последней игрой за сборную для Андрея стал матч против Англии на том же турнире. У Шевченко были небольшие проблемы со здоровьем и поэтому провел не самый выдающийся матч. На этом его карьера игрока в сборной завершилась. В конце июля 2012 года Андрей Шевченко объявил о завершении карьеры и решил заняться политикой. Он создал партию «Украина вперед», чтобы принять участие в парламентских выборах. Выборы оказались безуспешными для новой партии, и на этом политическая карьера Шевченко была завершена. В ноябре Федерация футбола Украины предложила Шевченко стать главным тренером сборной, но он отказался и решил поступить на тренерские курсы в 2013 году. Тренерскую лицензию ПРО Андрей получил в 2015 году. А уже в феврале 2016 года Андрей Шевченко все-таки вошел в тренерский штаб сборной Украины, которая вышла в финальную часть Евро-2016. Правда, на турнире показала очень печальную игру и, как и сборная России, была признана одной из худших команд того турнира. Уже после Евро, в июле 2016 года, Шевченко стал главным тренером украинской сборной. Под его руководством сборная не смогла отобраться на Чемпионат мира 2018, но удачно прошла квалификацию на Евро 2020, где в упорном матче против сборной Нидерландов уступила. Личная жизнь футболиста никогда не была предметом бурных обсуждений. Про форварда можно сказать, что он является примерным мужем и семьянином. Семья Андрея Шевченко состоит из шести человек – он, жена и четыре сына. В июле 2004 года Андрей женился на американской модели Кирстен Пазик, которая на два года младше футболиста. Детей зовут Джордан, Кристиан, Александр и Райдер Габриэль. Примечательно, что крестным отцом старшего сына Шевченко Джордана мог бы стать известный итальянский политик Сильвио Берлускони. Однако этого не произошло, так как по законам католической церкви крестным отцом не может быть разведенный человек. Андрей Шевченко до сих пор поддерживает дружеские отношения Сильвио Берлускони, который раньше был владельцем футбольного клуба «Милан». Как говорит сам Андрей, живет он недалеко от стадиона «Динамо». Журналисты, конечно же, выяснили его адрес. В Киеве эту постройку называют «Дом Монстр» и за ним тянется целый шлейф скандалов. Находится он в Печерском районе Киева. Скандалы начались из-за его высоты. Изначально здание не должно было превышать 11 этажей. Однако путем различных махинаций выросло до 22. Несмотря на все эти шероховатости, цена недвижимости там впечатляет. За квартиру в 500 квадратов нужно отдать 14 миллионов долларов. Поговаривают, именно такую квартиру хотела жена Андрея. Еще у Андрея есть огромный дом возле Лондона. Первой машиной Андрея был ВАЗ-2109. Тогда он играл за «Динамо-2», и один из его коллег предложил ему эту машину. Когда немного поднялся, то купил себе Мерседес. По возвращению в Украину пересел на Порше Панамера Турбо. В 23 года из киевского «Динамо» за чумовые тогда для украинского футбола 25 миллионов долларов он перешел в Милан. Зарплата в Италии стартанула с 2 миллионов евро и к 2006 году выросла до 7 миллионов. В 2006 году перешел в Челси за 30 миллионов и за зарплату в 8 миллионов евро. В 2009 году Андрей вернулся в родное «Динамо» на зарплату в 2 миллиона 250 тысяч долларов. На посту главного тренера национальной сборной, по официальным данным, Шевченко получает 20 тысяч евро в месяц. Также у Шевченко есть бизнес, он является совладельцем инвестиционной брокерской компании MC Pit & Co LLP, которая сотрудничает с холдингом Романа Абрамовича, а именно привлекает инвесторов в бизнес российского олигарха, которая связана с добычей золота и серебра на Чукотке. Несколько любопытных фактов из личной жизни и карьеры великого футболиста. Во время второго прихода в Милан Андрей выбрал номер 76, год его рождения, так как его любимая семерка была занята. За все время, проведенное в Милане, Шевченко смог забить 175 голов, что является вторым показателем за всю историю клуба. Помимо головокружительной футбольной карьеры, Андрей имеет в своем активе серебро на чемпионате Украины по гольфу. Андрей успел проявить себя и как актер. Он снимался в нескольких документальных и художественных кинокартинах. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока!